Добрый день, дорогие друзья! Обратили ли вы внимание, когда в рамках нашего проекта проходят эксперименты с измененными состояниями сознания, когда мы работаем действительно с серьезными психотехниками, мы сталкиваемся с одной проблемой. Человек входит и подключается к хроникам Акаши, к энергоинформационному полю, к пространству вариантов и так далее. Назовите это как хотите. Человек подключается и получает информацию через призму своего сознания, через призму своего восприятия. Как я говорю на сленге, через призму своих тараканов. И если эти тараканы имеют какие-то жесткие концептуальные убеждения, то человек через них и видит мир. И это очень наглядно демонстрирует все наши эксперименты. Так вот, кстати, на эту тему очень хорошо в свое время говорил Александр Леонидович Лавров. Он говорил, хочешь обладать способностями, протри зеркала. Сперва надо протереть зеркало, да, сперва протереть и убрать те деструктивные программы эмоций, которые, либо убеждения, они могут быть даже не всегда деструктивными, просто они есть как убеждения, как система ценностей. И это все искажает поток чистой информации. Через эту призму идет дешифрация. Так вот, в свое время, несколько месяцев назад, мы поставили задачу объединить каким-то образом техники на результат для того, чтобы это зеркало свое можно было почистить максимально эффективно. И вы знаете, так как речь шла не об одной какой-то технике, да, там, раскопке там или что-нибудь такое, так как речь шла глобально о том, чтобы каждому человеку индивидуально подобрать инструмент, чтобы почистить убеждения. И наши убеждения мы разложили по параметрам жизни, да, то есть систему ценностей человека разложили по самым важным параметрам жизни. Что для человека важно? Здоровье, отношения, его реализация, его самооценка, как он проявляется в жизни, есть ли у него любовь, есть ли у него секс, есть ли у него деньги, там, и так далее. То есть самые ключевые параметры, которые волнуют любого человека. И обратились к питерскому тренеру, к Евгению Волкову. Почему к нему? Потому что он имеет профильное образование. Почему к нему? Потому что у него очень большой практический опыт работы с людьми. И почему к нему? Потому что очень большой у него опыт духовный. Если вы в курсе, не в курсе, этот человек в свое время переводил рукописи, которые ему доверили в монастыре в православном. И после этого у него родилась своя система достижения цели. Так и называется система достижения цели православных монахов. Он просто описал то, что в рукописях перевел на наше нормальное повседневное восприятие и рассказал, что надо делать человеку, чтобы достигать своих целей. Но цели – это лишь один параметр бытия человека. Так как речь идет о глобальных настройках системы ценностей, о глобальном переформатировании, то здесь работа усложняется тем, что взять одну какую-то психотехнику и сказать, вот я тебе помогу решить проблемы с психосоматическими, там твои по здоровью. Никогда в жизни вот так одной психотехникой проблемы по здоровью не решаются. То есть уже опыт показывает, что надо заходить и с физического плана, и с эмоционального, и с духовного, и с душевного. И пошли, пошли, пошли. И вторичные выгоды находить и так далее. И там получается достаточно такой сложный психотерапевтический процесс. Хотя, когда говорю психотерапия, многие боятся. Назовите это экстрасенсорикой, как хотите, так и назовите. Но сам это процесс изменения личности человека, процесс работы человека над собой, процесс очищения человека от ненужных, деструктивных ему блоков эмоций, привязок, программ, убеждений, ценностей и так далее. То есть на самом деле по каждому варианту тонкого тела, по каждому варианту частотного диапазона есть над чем работать. И вот представляете, этот объем работы, мало того, что куча параметров, плюс куча диапазонов, и как это сделать так, чтобы человека в кратчайшие сроки взять и отформатировать. Вот мы обсуждали с Евгением, каким образом можно провести объемную работу, и определяли оптимальное количество, например, дней. То есть это должна быть минимальная неделя с погружением в интенсив. Мы взяли все-таки 9 дней. 9 – непростое число, и не просто так рождено было эти 9 дней. Выбрали самые важные параметры бытия человека, где у человека наибольшее количество деструктивных каких-то моментов. Хотя, я говорю, деструктивно – это очень условно. Конструктивно бывает точно так же, как и деструктивно. Есть те вещи, которые мешают получать информацию целостно, дешифровывать информацию целостно, и быть счастливым в этой жизни как результат. Потому что когда у вас вот этих вот нету сбивающих и вовлекающих в игру тараканов, ведь все вот эти программы, они служат для вовлечения человека в игру, для вовлечения человека в эмоциональные привязки, страдания и так далее. Человеку для того, чтобы выйти из игры, надо наблюдение, да, и проработка вот этих вот моментов, которые нас включают. Моменты нам могут достаться из нашего опыта, а могут достаться, например, по наследству, могут из прошлой жизни, могут, могут, могут. Все решается индивидуально. И каждый человек настолько индивидуален, что если я сейчас скажу, что вот для всех подойдет техника, там, РПТ, или для всех подойдет техника Тета-Хилинг, или для всех подойдет Рэйки, для всех подойдет энергетическое восстановление, я вас обману, господа. Но при этом у одного человека надо объединить 3-4 техники, и потом в измененном состоянии сознания приходит конкретно под него конкретная техника, и идет конкретное решение его задачи. Да, то есть вот эти вещи, они, конечно, происходят и с участием человека, и решаются задачи конкретно под персону, конкретно, конкретно под него подбирается техническая база. Поэтому у Евгения Волкова была сложная задача собрать максимальное количество техник, по данным конкретным параметрам, разбить их на части, соединить, и сделать такую интересную программу трансформационную, где на результат будет вестись работа с человеком. Работа практически индивидуальной группы, малые, очень малые группы. Поэтому вот эту задачу мы сейчас выполняем. И если вам интересны вот эти трансформации, если вам интересно почистить призму восприятия мира, для того, чтобы получать информацию, ну, назовите ее интуитивной, назовите ее из хроника каши, назовите ее из пространства вариантов и так далее, можно все это дело подкорректировать. Чем еще полезна данная работа над собой, данные коррекции, чем полезны? Дело в том, что те, кто работал с пространством вариантов, они четко знают, что в пространстве вариантов мы выходим в него, там, например, из точки А, да, вошли. И дальше, вот мы находимся в точке А, и нам предлагаются дальнейшие варианты развития событий, их, как правило, ну, от одного до семи, да, которые возможны, в принципе, из этой точки и из этих состояний человека, из этой точки его развития, из этих точек, точки его осознанности. Других вариантов как бы нет, но в пространстве вариантов бесконечное пространство вариантов, на самом деле. Другой момент, что из точки А, вы не можете попасть в другие, кроме вот этих предлагаемых. И эти предлагаемые не всегда устраивают человека. Так вот, для того, чтобы жизнь предложила вам или Бог предложил вам другие варианты, надо провести определенные трансформационные моменты внутри себя, надо провести определенную работу. И когда эта работа проделывается, у вас раз и раскрывается другая линия вариантов развития событий. И вот эта линия, как правило, после таких серьезных трансформационных курсов, после таких серьезных трансформационных программ, она в корне отличается от того, что было до этого. То есть возможности по здоровью, по отношениям, по работе, по-по-по-по-по, включая психические возможности человека, резко видоизменяются, идет расширение. То есть спектр выбора резко расширяется. Если у вас есть сегодня какие-то вопросы, и вы хотите что-то поменять быстро, чтобы вам пространство вариантов выдало другие варианты, я приглашаю вас на программу Евгения Волкова. Если вы работаете уже с какими-то измененными состояниями сознания и хотите резко продвинуться дальше, я приглашаю вас на программу Евгения Волкова. Если вы хотите поработать с измененными состояниями сознания и углубиться в вопросы, как это все устроено, получить определенный трансовый опыт, получить вообще определенную базу по экстрасенсорике, и при этом измениться внутри себя достаточно сильно, потому что работать мы будем с собой, не с кем-то, с собой. Я приглашаю вас на курс Евгения Волкова. Мы тоже всем составом нашего проекта будем на этом курсе для того, чтобы почистить зеркало, притереть призму своего восприятия для того, чтобы доставать более качественную информацию. Для этого и задумался вот этот курс, вот эта программа. Для этого ставилась задача Евгению, которую он, насколько я вижу, по его анонсу, по его программе, по всему, действительно потратил на нее определенное количество месяцев для того, чтобы ее подготовить. Приглашаю всех в Минск, дорогие друзья, с 16 по 24 июня 2018 года. С 10 до 18 часов будет идти обалденная трансформационная программа, где можно действительно за 9 дней очень сильно отформатировать свою жизнь, очень сильно отформатировать свои психические возможности, очень сильно отформатировать свои доступы к энергоинформационным ресурсам. И после этого уже двигаться дальше, исходя из другой точки в пространстве вариантов. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...